МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу гость студии на канале ТВН. С вами Вадим Ансупов. И сегодня у нас в гостях по приглашению Международного медиа-клуба «Импрессум» очень известный человек в мире спорта и телевидения. Это спортивный телекомментатор Первого канала Александр Гришин. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо за приглашение. Вы первый раз в нашей стране, в Эстонии? Второй. Ну, я могу сказать, что я первый раз больше суток в вашей стране. Я уже успел прогуляться по старому городу, хотя времени было совсем немного. Нахлынули воспоминания с первого раза, и сейчас я получаю удовольствие. Насколько я слышал, вы собираетесь даже встречаться с некоторыми спортсменами у нас в стране, пообщаться, поговорить. Если не секрет, какая тема общения будет? Ну, было бы интересно, в первую очередь, даже уже не спортсменами, а людьми, которые занимают несколько более высокие руководящие должности. Это Лена Глебова, многократная чемпионка Эстонии по фигурному катанию, которая неоднократно представляла Эстонию и на международных стартах. Мы давно знакомы, я даже больше того приглашал ее однажды в эфир российского телевидения, она вместе со мной комментировала какие-то соревнования, не так долго, но тоже что-то где-то около, наверное, минут сорока мы с ней провели в эфире, пообщались, и мне бы хотелось бы с ней еще раз встретиться, узнать, как обстоят дела сейчас. И конкретно у нее, потому что она неоднократно говорила, что у нее сейчас неплохие девочки подрастают, и на одну стоит обратить пристальное внимание. Ну и в целом, наверное, в фигурном катании в Эстонии, потому что я обращал внимание на то, что эстонские фигуристы неоднократно, даже, я бы сказал, постоянно после своих выступлений, очень тепло относятся к журналистам, в частности, к телевизионщикам, они подходят на комментарические позиции, дают какие-то собственные комментарии, чего не всегда удается добиться от российских спортсменов. То есть вы считаете, что некоторые и так и происходят, российские спортсмены не хотят общения даже с комментаторами, не то что с прессой? Я не это хотел сказать, я хочу сказать, что они чуть-чуть опасаются подходить сразу после окончания выступлений на наши позиции. То есть, видимо, им нужно взять некоторую паузу, выдох. Отпишаться. Да, да. А эстонские, они чуть-чуть более открытые, что ли. Может быть, это связано с тем, что в массе своей все-таки российские фигуристы занимают более высокие места и ставят перед собой более высокие цели. Более сильно выкладываются. Ну, не знаю, вот это я не буду говорить. Эстонские просто, наверное, борются не за медали, а чаще всего за, грубо говоря, попадание в произвольную программу, возможность оказаться среди 20 лучших спортсменов на том или ином турнире. У «Русиан» все-таки, как правило, это первое место. Профессия телекомментатор, она такая очень интересная с моей точки зрения, в том плане, что вы вроде как и на телевидении, но вас не так часто показывают или практически вообще не показывают. То есть, вы работаете голосом. Это как радиовещание. Вы согласны с этим? То, что да, то, что нас мало показывают, это, конечно, но это очевидно, потому что, как правило, все-таки публику интересует конкретно спортивное состязание, ну а то, что это называется профессией, мне как-то все время так, я вздрагиваю. Мне кажется, это даже не профессия, то, чем мы занимаемся, это большое-большое удовольствие. К тому же, большинство телекомментаторов, насколько я знаю, это не профессиональное образование. Ведь я думаю, да, что в принципе не существует института телевизионных, тем более спортивных комментаторов. Но как мне понравилось, как сказал один коллега про эту, даже не должность, а про эту действительность, мы совершенно сумасшедшие люди. Ведь мы зачастую разговариваем с телевизором, причем нередко на повышенных тонах. Вот это очень интересно. В этой профессии есть явные плюсы, это поездки в разные страны на соревнования. Когда есть финансирование, да, это большие плюсы. Это общение с именитыми спортсменами, с номерами номер один в разных видах спорта. Опять же, когда они подходят на комментаторскую позицию. Но, как правило, если вы с первого канала подходят, я думаю. Нередко, да. И это, конечно, свободный график. Или нет? График, ну как свободный, он определенный человек. И он плавающий. И, честно признаться, вот это мне очень нравится. Я с трудом представляю себя в ситуации, когда я хожу в офис и нахожусь на рабочем месте, грубо говоря, с 9 до 6. В моей жизни, по-моему, такого не было никогда. Я только в телевизоре уже около 16 лет. И до этого тоже я никогда по такому графику не работал. Честно признаться, совсем не хочу. Плюс ко всему, я еще ярко выраженная сова. И с утра для меня быть в работоспособном состоянии очень непросто. И в связи с этим вот недавние игры в Южной Корее были таким серьезным испытанием, потому что там по корейскому времени, а мы туда поехали, и вот было прекрасное. Было финансирование. Ну, ради Олимпиады, конечно. Вот. И каждое утро приходилось подниматься где-то в районе там половины седьмого, в семь утра для того, чтобы в девять быть уже на стадионе, а в десять утра по корейскому начинались соревнования. И это было вот, ну, физически очень непростым испытанием. Хотя эмоционально Олимпиады это очень сильно. Когда проходят какие-то большие соревнования, Олимпиады, чемпионаты и так далее, я понимаю, что вы задействованы очень много. То есть вы выезжаете, вы там готовитесь, вы проводите трансляции. А когда нет соревнований, чем вы занимаетесь? А соревнования есть постоянно. Они есть регулярно, то одно, то другое. Потом мы не зацикливаемся же каждый на одном из видов спорта. У каждого есть некий профилирующий составляющий. И в связи с этим... Я вот лично не помню, чтобы валял дурака. Постоянно есть чем заняться, и это прекрасно. Потому что простой в таком деле, как спортивный комментарий, он, конечно же, немножечко ослабляет чувства, может быть, даже их чуть-чуть притупляет. Нужно постоянно находиться в тонусе. Я знаю некоторых коллег очень высокого уровня, которые в силу тех или иных причин на какое-то время, иногда даже на пару месяцев, выпадали из такой активной деятельности. Это, конечно, не шло на пользу. Да и сам я тоже... Случалось очень редко, но, к сожалению, случалось, когда не был востребован в той мере, в которой мне бы это хотелось. Это, конечно, сказывается, ну, как нам кажется, на качестве. Какой у вас букет тех видов спорта, которые вы комментируете? Ну, в настоящий момент букет не очень большой. Вот. Это по большей части фигурное катание, это футбол, чуть реже автомобильные гонки, причем на гонки мы выезжаем. Не только в качестве комментаторов, но в качестве корреспондентов. Там не всегда требуется именно какой-то комментарий. Нужно чаще всего снять какую-то историю. Тогда появляется шанс появиться в кадре. Да, совершенно точно. Но, как правило, в менее таком приличном состоянии, потому что, когда проходят гонки по бездорожью, совершенно верно, пыль, грязь, и это выглядит очень эффектно, но далеко не всегда стильно прилизанно. У кого есть самый, может быть, широкий спектр из ваших коллег, который может комментировать все? От, я не знаю, от соревнований по баскетболу, заканчивая гонками на выживании. Вообще есть такая вещь? Я думаю, что так как в России все-таки телевизионный спорт развит неплохо, таких людей немало. Ну, вот, в частности, одного из представителей тех видов, которые может комментировать от сих до сих, вне зависимости от того, что происходит на экране, вы сейчас видите прямо перед собой. У меня я пытался подсчитывать что-то, ну, в районе четырех десятков видов спорта уже отработано. И, ну, раз меня привлекают и продолжают давать какие-то новые виды, это, соответственно, получается не так плохо. Ну, как правило, все-таки не превышает, там, пяти-семи видов, на которых ты специализируешься, но в случае необходимости, вот, на той же Олимпиаде, мы готовы выступить, ну, в совершенно любом качестве. Скажут, керлинг, идешь на керлинг, шорт-трек, так шорт-трек. Нужно ехать на горные лыжи, едешь на горные лыжи и совершенно не задаешь никаких вопросов, потому что Олимпиада — это особенное соревнование для спортивного комментария. Ты там как солдат, ты приходишь, получаешь задание, там, на завтра-послезавтра и едешь туда, куда тебе скажут. И это совершенно не обсуждается, но это прекрасно, потому что это означает, что, во-первых, тебе доверяют, во-вторых, что, в частности, в случае с Первым каналом, что у российских спортсменов там есть медальные шансы, и это здорово. — Александр, а какой наиболее эмоциональный вид спорта для вас? — Ну, я бы не сказал, что какой-то определенный вид спорта наиболее эмоционален. Если мы возьмем какие-то эмоциональные вещи, то я, например, до сих пор вспоминаю, иногда вспоминаю с ужасом, правда, Олимпийские игры в Сочи, где на одной из конькобежных дисциплин, где, к слову, российская сборная выиграла, в принципе, первую медаль на этих играх, у меня, что называется, реально слетела планка. Крышу сорвало по полной программе, потому что я, честно признаться, рассчитывал на предыдущий день, когда мужчины бежали на пять тысяч метров, и я предполагал, что так же, как и в Ванкувере, Иван Скобрев сумеет добраться до пьедестала почета. Журналисты иногда устраивают такие некие соревнования, типа, вот на моих трансляциях много медалей. И вот на Ванкувере, именно на зимних играх, Иван Скобрев принес с российской сборной первую бронзовую медаль. И когда этого не случилось в Сочи, я, не скрою, немножко расстроился, и на следующий день уже выходил не в таком эмоциональном заряде, что ли, на эфир. И когда мне редактор сказал, давайте сегодня возьмем медаль. Я сказал, ну, медаль, наверное, это будет слишком громко. Скорее всего, мы рассчитываем на шестое-седьмое места. Это была дистанция 3000 метров у женщин, конькобежный спорт. И когда в предпоследнем забеге, то есть вы уже понимаете, остается буквально четыре человека по паре в каждом из забегов. Вот, Оля Граф, я понимаю, что она обыгрывает конкурентку и минимум, минимум приносит России место на пьедестале почета. Вот тогда я так орал, как не кричал в принципе никогда. Какой там губерник, по децибелам там зашкаливали, что на меня говорили звукорежиссеры, я с трудом представляю, я вскочил со своего места, буквально там 10 минут стоял на ногах, кричал, этот забег, следующий. И когда действительно она оказалась на пьедестале, были совершенно невероятные эмоции. Вот, наверное, по эмоциям. Когда Лиза Туктамышева, наша прославленная фигуристка на чемпионате мира, по-моему, 2015 года исполнила свой знаменитый тройной аксель, тоже едва не вырвался там вопль радости во время, ну, после этого элемента, потому что это речащий случай, и девушки по сей день, буквально единицы, идут на этот элемент, и не всегда он у них получается. Ну, такие моменты случаются, но если мы говорим о каком-то самоконтроле, конечно же, я не помню, чтобы что-то вышло из пандконтроля, в частности, у меня. Все равно ты подсознательно очень четко следишь и за текстом, и за речью, и за возможностью каких-то слов, поэтому эмоции, конечно, бывает захлестывают, это случается не так часто. В конце концов, если мы говорим о футболе, сборной России и клубы российские не всегда радуют нас в противостоянии с иностранцами, а вот на таких состязаниях, как Олимпиада, случается. Но бесконтрольно такого не было ни разу. Есть ли какая-то градация, по которой определяют квалитет или качество телекомментатора? Это эмоциональность, это четкость речи, я не знаю, вот есть какие-то градации, какие-то критерии, по которым оценивают, говорят, да, вот это вот крутой комментатор, а это, ну, так себе. Кто же его знает? Оценивают, как правило, кто? Зрители и руководство. Вот с руководством у меня никогда не было проблем, слава богу, дай бог не будет. Со зрителями, как правило, тоже. Публика, может быть, не сразу тебя воспринимает, когда какой-то новый голос или персона появляется на том или ином виде спорта, как было у меня, к примеру, на фигурном катании. Но когда зритель, а сейчас обратная связь все-таки значительно проще ее установить по сравнению с 20 веком и началом 21 века, когда публика понимает, что ты, во-первых, это любишь, во-вторых, тебе очень интересно, в-третьих, ты все-таки разбираешься, как минимум не хуже нее, этой самой публики, она тебя принимает, и сейчас меня принимает очень тепло. То есть до вас простой обычный зритель может достучаться, дописаться как-то? Конечно, запросто. Почему нет? Я открыт, я в интернете не боюсь даже критических стрел в свой адрес, я совершенно спокойно к этому отношусь, это нормально. Потому что, как говорится, комментатор не червонец, чтобы всем нравится, и у каждого собственные приоритеты, вкусы, зависимости от возрастной их категории, от того, допустим, смотрят фигурное катание девушки или женщины в том или ином возрасте, от того, как мужчина в конце концов встал с какой ноги, когда играет его любимая команда, как она играет. Ты можешь говорить абсолютно объективные вещи, а он кричит, ну куда же вы бьете такие рассеки, и комментатор автоматически становится неугодным. Поэтому нет никаких сложностей в том, что иногда ты не нравишься публике, это абсолютно нормально. В конце концов, любая публичная персона, а по счастью, спортивные комментаторы в последнее время становятся все-таки публичными, хотя лично я не очень люблю публичность, у меня твиттера нет, к примеру, я не собираюсь его заводить. Вот, любая публичная персона, она вызывает противоречивые эмоции. Посмотрите на артистов, на певцов, на телевизионных ведущих, на политиков, в конце концов, не бывает, чтобы всем нравится, и ни в коем случае не нужно пытаться всем понравиться, тогда потеряешь индивидуальность, и в общем, ничего хорошего из этой затеи, на мой взгляд, не получится. Ну, есть некоторые ведущие, которые достаточно активно себя, я не знаю, то ли так получается, то ли действительно они специально это делают, продвигают себя, и ведут не только спортивные мероприятия, но нет-нет, вот, допустим, ведущие с российского канала, российского телевидения, они ведут всякие еще и концерты, или еще что-то. Вы с этим сталкиваетесь? Вам предлагают что-то привезти там? Не часто. Корпоратив там у нас привели, какую-нибудь церемонию вручения наград. Не часто предлагают, видимо, все-таки я еще не настолько известен, как те люди, которые постоянно появляются в кадре и постоянно появляются на сцене, в том числе, и на корпоративах. Тут, конечно же, очень много зависит от внутреннего самоощущения. Мне, например, это не очень нравится, но, опять же, не секрет, что когда тебя приглашают на какой-то корпоратив, могут предложить очень серьезную сумму заработка, от которой сложно отказаться. И именно с этим связано именно то, что комментаторы и ведущие нередко появляются на подобных мероприятиях. Я, честно признаюсь, не очень люблю. Называется тамада, это не совсем мое. Концерт провести? Но не откажусь. Опять же. Потом это новый опыт. Опыт работы перед большой аудиторией не только телевизионной, но и живой. Это интересно. Это тебя, на мой взгляд, обогащает. Это дает тебе, опять же, какой-то обратный контакт с живой, а не только интернет-аудиторией. И дает возможность заработать. Так что, почему нет? Когда-то говорили о спорт и мир. В этом году и в прошлом году ситуация вокруг спорта, особенно вокруг Олимпиады, она стала в связи с допинговыми скандалами, ротчингом и политическими играми меняться в худшую сторону. Как вам кажется, будет ли какая-то ситуация, когда все вернется на круги своя и спорт не будет политизирован? Мне бы очень этого хотелось, но, к сожалению, пока ситуация не улучшается. И в ближайшее время ничего не улучшится? Кажется, что нет. И вот это расстраивает. Потому что, действительно, и принципы Кубертена, когда он основывал новые Олимпийские игры, уже после того, как вернулись мы из времен Древней Греции, и до последнего времени, уже после окончания Холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами, казалось, что вот, в середине 90-х опять спорт вернулся к той самой мирной составляющей. Все большее количество государств принимало участие в Олимпийских играх и ни о каких бойкотах не было речи. Сейчас идет, на мой взгляд, ну, конечно же, очень четкая политическая составляющая в том, чтобы по какой-то причине отстранить Россию от большинства спортивных соревнований. Это не получается. По счастью, это не получается. И сейчас мы видим, что Олимпийский комитет России восстановлен в правах, пусть сделано это по-тихому, а не до церемонии закрытия на Олимпийских играх. Тем не менее, все-таки мы возвращаемся на те позиции, на которых находились в середине 2017 года, но дальше пойти будет очень сложно. Сейчас грядет чемпионат мира по футболу, уже сделано несколько громких заявлений, потом по-прежнему не восстановлен в правах российское антидопинговое агентство, по-прежнему сложности с легкоатлетической федерацией. Пока, я скажу, это застыло на такой неприятной точке, которая близка, наверное, к нулевой отметке, когда ни туда, ни сюда. Но я все-таки верю в лучшее. Я надеюсь, что потепление наступит. В конце концов, глобальное потепление — это такая циклическая вещь в масштабах и планеты Земля, и, надеюсь, мирового спорта. Александр, а как вам кажется, почему именно спорт стал той разменной монетой, на которую делают такие ставки, и почему пытаются прижать именно по линии спорта России? Ну, это же спорт и спорт, но могли бы там, я не знаю, театралов ограничить в поездках, там балет не выпускать. Почему спорт? Спорт — очень большая составляющая элемента влияния на публику. И несмотря на то, что в Олимпийской Харте четко записано на как минимум двух языках, на английском и французском, что Олимпиада — это соревнования не стран, не наций, но атлетов, мы видим, что это не соблюдается. И судя по масштабам интереса публики, во всяком случае в нашей стране, в России, к олимпийским конкретно состязаниям и чемпионатам Европы и мира по футболу, мы понимаем, что за счет спорта очень сильно можно влиять на широкую аудиторию. В частности, и это абсолютно официальные цифры, за последние четыре с половиной года, двумя самыми популярными программами, трансляциями, эфирами на российском телевидении были трансляции. Я сейчас не буду врать, по-моему, то ли открытие, то ли закрытие церемония игр в Сочи. Плюс хоккейный финал 2018 между Россией и Германией. То есть ни одно ток-шоу, ни одно шоу для домохозяек, ни один яркий конкурс песенный. Ничего больше не собрало аудиторию по сравнению с двумя трансляциями с Олимпийских игр. Спорт собирает огромную, гигантскую телевизионную аудиторию. И поэтому, чтобы достучаться до этой публики, я думаю, что в том числе и какие-то нехорошие люди из-за границы, они пытаются показать, что можно через спорт влиять на серьезные политические силы. Меня это очень расстраивает. То есть, как бы получается, что они вытаскивают некий кирпичикой с сознанием, гордость и нацией. То есть, если ваши спортсмены где-то внизу, ниже планки плинтуса, то и вы такие же, и милые, и никчемные. Конечно. Но в то же время, и эта ситуация меня сейчас очень порадовала, я обратил внимание, что публика и телевизионная, и публика в Южной Корее, и зрители, которые туда-таки добрались, а российских болельщиков было, по счастью, не так уж и мало, хотя это далеко дорого и неудобно, прямо скажем. Вот. Эти болельщики в кои-то веки переживали не конкретно за флаг, не конкретно за количество медалей, а радовались любому, даже локальному успеху наших атлетов. Это было настолько приятно, это было очень непривычно. Я понимал, что мы, как журналисты, тоже находимся в такой же ситуации и тоже искренне переживаем буквально за каждого конкретного спортсмена из нашей страны. Такое немножко непривычное чувство, потому что все-таки Россия привыкла находиться в топе, как минимум в тройке сильнейших по итогам тех или иных олимпийских игр, и мы следили за медальным зачетом. А тут мы переживали конкретно за каждого человека, и за этими именем и фамилией мы постоянно видели личности. И это, на мой взгляд, даже неплохо, это сработало в плюс как спортсменам, так и аудитории. То есть в комментаторской кабинке и в наушниках вы слышите реакцию публики? Да, я же прекрасно знаком со звуковым пультом, я могу себе то или иное что-то подкрутить, но единственное, и это, наверное, я поправляю регулярно, когда мне задают подобные вопросы, давным-давно уже нет никаких комментаторских кабинок. А как вы работаете? Это позиция. Иногда вот на таких серьезных... Прямо в зале сидите? Да, да, совершенно верно. Позиция на трибуне, открытая позиция, если стадион под открытым небом или открытая, но точно там же, на отдельной трибуне, выделенной для комментаторов, если это соревнования под крышей. И максимум, что разделяет представителей различных стран, это толстое плексигласовое стекло для того, чтобы чуть-чуть шумовые волны от комментаторов разных стран на разных позициях как-то сконцентрировать. Ну так, в целом, сейчас телевизионная техника достигла серьезных высот. Это прекрасные наушники, замечательные узконаправленные микрофоны. Но, тем не менее, иногда какие-нибудь итальянцы или бразильцы, или другие южноамериканцы, аморгентинцы, которые очень ярко и активно реагируют, они пролезают в твой микрофон и, может быть, тем самым даже насыщают его еще большими, еще лучшими эмоциями. Ну, тогда напрашивается вопрос, кто из ваших коллег наиболее эмоционален? Кто будет кричать, прыгать и, я не знаю, вертеть майки над головой? Конкретно из моих коллег мне очень повезло. Я вот на протяжении трех предыдущих лет и, надеюсь, еще немало поработаю в будущем, я работаю с Татьяной Тарасовой, заслуженный тренер России по фигурному катанию, заслуженный тренер Советского Союза. Вот уж кто эмоционален, так это Татьяна Анатольевна. Она не всегда кричит, конечно, но те эмоции, которые она демонстрирует, в частности, во время прокатов тех спортсменов, за которых она особенно переживает, и далеко не всегда это российские спортсмены, она переживает буквально за каждого талантливого фигуриста. Это настолько насыщает, настолько украшает трансляции, что тебе остается только не испортить. Нередко это непросто, потому что ты думаешь, пытаешься как-то сделать так, чтобы этот эфир, во-первых, вошел во временные рамки, во-вторых, не вышел за рамки какой-то эмоциональности. Но, опять же, не секрет, что Татьяна Анатольевна позволена несколько больше, чем мне, к примеру. Я нисколько на это не обижаюсь, потому что я прекрасно понимаю масштаб личности, уровень. Энергетически она может забрать с собой очень большое помещение, едва ли не всю спортивную площадку и повести, что называется «Зрители за собой». С ней работать непросто, сейчас, конечно, гораздо проще, чем во время начала нашей совместной творческой деятельности, но очень интересно. Я всегда учусь у нее, я всегда стараюсь зарядиться этими эмоциями, но в то же время пытаюсь держать и себя в рамках, и эфир тоже в телевизионных рамках. А как с ней было работать первый раз? Как она вас воспринимала, когда вы только пришли? Первый будет трансляция, Тарасова, вы пришли, что вы сказали? Здравствуйте, мы будем сегодня вместе работать. Какие слава вы нашли? Надо отдать должное Татьяне Анатольевне, она очень мудрый человек. И когда мы выяснили, что будем работать совместно с какого-то момента, она, в первую очередь, мне позвонила, сказала, Саша, приезжайте, мы с вами давайте познакомимся, пообщаемся и поймем, как мы будем работать первый раз. Мы и сейчас нередко встречаемся перед тем или иным турниром для того, чтобы понять, какую выбрать, может быть, тактику, как это не парадоксально прозвучит, на что сделать акцент. И вот тот первый раз мне очень многое дал. Я приехал и, во-первых, тем самым чуть-чуть приблизился, что называется, к масштабу этой личности. Да, то есть я уже был не абсолютно чужим для нее человеком, уже я примерно представлял, что это и кто это в жизни, а не только видел ее со стороны и читал в каких-то публикациях. Ну, а, во-вторых, я понял, что она очень серьезно относится к нашей совместной деятельности и, скорее всего, эта деятельность продлится. Поначалу было, ну, очень тяжело, потому что я говорю, Татьяна Анатольевна… Так хорошо, как тебе бы хотелось, возвращаясь на нижнюю точку экстрема, продолжаешь в каком-то другом направлении. У меня мозги скрипели, мне казалось, их слышно даже в эфире. Ну, ничего, справились. Где-то буквально за три-четыре месяца мы притерлись друг к другу. Несколько эфиров было, по-моему, на чемпионате Европы сначала на Братиславе, потом на чемпионате миров в Бостоне было совершенно потрясающе. Я почувствовал, что у нас идет, у нас получается, мы, что называется, спелись и поем, и с тех пор, конечно, проблем практически не осталось. Мы сейчас чувствуем друг друга, я где-то знаю, где с ней можно пошутить. У нее потрясающее чувство юмора, она может так ответить, что остается только не выпасть из эфира, мне самому конкретно. Где-то послушать, что она говорит, потому что у Татьяны Тарасовой прекрасный русский язык. И сейчас мне не сложно. Мне не сложно, я потому что понимаю, что мы чувствуем друг друга, это очень важно. Грядет большое спортивное событие, конечно же, чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России. Уже есть какие-то планы, где вы будете задействованы, будете ли вы комментировать, уже есть какие-то расписания, вы уже знаете свой график работы на этом? Вот я конкретно пока только надеюсь на работу на чемпионате мира, и поэтому я еще не знаю, это все-таки планы далеко идущие, если их строить, то строит, наверное, руководство. На нас они доходят значительно позже, непосредственно перед турниром. Мне бы очень хотелось, больше того, я совершенно не лукаве могу сказать, что я готов работать на чемпионате мира по футболу в любом качестве, на любом матче, на любом стадионе. Саранск – Саранск, Калининград – Калининград. Доверишь что-то более серьезное, вроде полуфинала и финала, ни в коем случае не испугаюсь, не откажусь и доверие постараюсь оправдать. То есть, есть такие вещи, когда ты готовишься работать на чем угодно абсолютно. Так было, к примеру, с моей первой Олимпиадой в Пекине. Я сказал, я готов таскать штатив телевизионный. Честное слово, на Олимпиаду я пойду в любом качестве. Точно так же и с этим чемпионатом мира. Доверят, я обязательно возьмусь, сделаю все возможное, чтобы это было хорошо. А как получится, судить будут, конечно же, зрители. Но после того, как вы комментировали Олимпиады, неужели для вас личный чемпионат вровень или, может быть, даже выше, чем в Олимпиаде или нет? Я бы не стал говорить, что выше или как-то пытаться устроить градацию на этих турнирах. Понимаете, домашний чемпионат мира бывает далеко не у каждого. И уж точно он бывает не больше одного раза в жизни. И это немножечко ставит этот чемпионат мира выше остальных турниров. Я работал на чемпионатах Европы. Я работал на чемпионате мира в Бразилии. У меня действительно немало Олимпиад, немало командировок в такие интересные места, как Центральная Африка и Южная Америка вместе с какими-то гоночными мероприятиями. Это порой значительно экстремальнее, чем Олимпиада. Но чемпионат мира по футболу, который проходит в твоей стране, все-таки особенное мероприятие. Будем надеяться, что мы услышим ваш голос во время проведения чемпионата мира по футболу. Напомню, в гостях у нас был Александр Гришин, телекомментатор Первого канала. До новых встреч на канале ТВ.